Здоровки, Амиго! Рад приветствовать тебя на канале Амиго, и сегодня у нас реакция на SCP, повешенный король. Погнали, посмотрим! Всем привет! Самый главный монстр мира SCP это Алый Король, ужасающее существо, прикованное к своему трону во дворце в загадочном мире Аллагады. Страдающее в вечной агонии и мечтающее уничтожить все живое, чтобы прекратить страдания как таковое. Вообще, во всем мире. А может и во всех мирах. Ненависть и боль Алого Короля просачиваются в наш мир различными монстрами и опасными аномалиями, а сам он описывается как дыра в форме бога. И сложно сказать даже есть ли у него тело, хотя в рассказах и объектах часто упоминаются его руки. Однако, несмотря на могущество и силу этого существа, правитель из него такой себе. Ведь он не покидает своего трона, который находится даже не в самой Аллагаде, а как показано в SCP-2264, тронный зал находится в некотором альтернативном измерении, даже относительно иномирной Аллагады. Потому при дворе в этом месте Алому служит множество существ. И одно из них это Повешенный Король. На первый взгляд его можно принять за проявление самого Алого Короля в обычном мире. И из некоторых лорных рассказов можно сделать такой вывод. Но в этом видео я буду опираться на те рассказы, где Повешенный Король описан как самостоятельное существо. Несмотря на то, что Повешенный как персонаж не слишком известен, он появился в SCP уже достаточно давно. Первый объект с ним, SCP-701, появился на сайте фонда уже больше 10 лет назад, в 2009 году. То есть можно сказать, что он как персонаж стоял у истоков фандома. И мне, честно говоря, даже странно, что он не особенно популярен. Ведь у него интересная история и сильная литературная основа. Но об этом позже. Про происхождение этого существа внутри вселенной SCP есть рассказ About the Serpent, который написала Санни Клокворк. Кстати, именно она автор всех этих черно-белых артов. В этом рассказе говорится о многих разных явлениях из мира SCP. А конкретно про нашего сегодняшнего героя написано, что когда-то это был король одного из древних королевств. Кстати, из SCP-2732 можно узнать, что это был вовсе не король, а император одного из древних государств Китая. Этот человек увлекался темными ритуалами и как-то раз смог призвать трех лордов смерти из бездны. Возможно, именно тех, что породили SCP-049 Чумного Доктора в новой версии его лора. У них он попросил бессмертия. Лорды смерти во вселенной SCP – это существа, глубоко презирающие людей. И потому, вместо того, чтобы дать королю, что он хочет, они решили поиздеваться над самонадеянным смертным. Они предложили пока еще не повешенному королю выиграть у них бессмертие в различных состязаниях. Ожидаемо, что во всех этих играх король проиграл. Ведь король был всего-навсего простым человеком, а лорды смерти – полубожественными существами. В качестве платы за позорное поражение лорды взяли души его подданных. И большая часть жителей его королевства была убита, а само оно превращено в руины. Немногие выжившие взбунтовались и окружили замок, желая отомстить королю. Понимая, что бывшие подданные собираются его убить, король еще раз обратился в бездну, где ему ответил некий безликий бог и посоветовал повеситься, пообещав оживить короля после этого. Король послушался мудрого совета и так стал повешенным. Но это снова были игры неугомонных лордов, которые пришли через несколько дней к висящему трупу и отпустили веселую шутку «Теперь ты не можешь умереть, но и жить не сможешь». Сами над ней посмеялись, превратились в воронов и улетели. В итоге повешенный король так и остался гниющим трупом, однако живым. В общем, стал классической нежитью, замотался в бинты, чтобы скрыть свое уродливое, изъеденное воронами тело, и вернулся на свой законный трон, где продолжил править своим опустошенным королевством, которое постепенно пропадало из реального мира и превращалось в царство безумия. В рассказе, написанном Санни Клокворк, этот сюжет подан в виде короткой истории, так что кто-то написал более подробный рассказ «And so the cross lost», в котором эти же события описаны развернуто. Вот на этом месте начинает казаться, что повешенный и алый король – это один и тот же персонаж. В библиотеке странников написано, что где-то во времена Средневековья повешенный был резидентом библиотеки странников, однако влиял на нее крайне негативно, приводя сам мир библиотеки к упадку. С полок стали пропадать ценнейшие книги, а текст оставшихся видоизменялся так, что знания в них превращались в пустые догмы и демагогию. Осознавая, что повешенный король служит причиной всей этой деградации, библиотека изгнала его из себя. К этому времени, благодаря знаниям библиотеки, тот из простого зомби в бинтах превратился в весьма могущественное существо, что позволило ему стать вторым по значимости после Алого Короля существо Малагады. Честно говоря, похоже, у нас в этом месте просто дыра в каноне. Но будем считать, что пока повешенный король набирался тайных знаний в библиотеке, его место на троне в Алого Гаде занял Алый Король. Итак, какая же роль повешенного в Алого Гаде? Это можно понять из SCP-2264. Он служит послом. Собственно, посол Алого Гады – это и есть повешенный король. Алого Гада не существует сама по себе. То есть посол... Посол Алого Гады – это и есть повешенный король. Алого Гада не существует сама по себе. Ее посещают существа из многих миров – купцы и путешественники, дипломаты и странники. Со всеми ними надо как-то взаимодействовать, общаться, да и вообще управлять этим странным местом, набитым самыми разными чудищами. Хотя в большей степени управляют этим местом лорды в масках. Трое лордов, которые, скорее всего, и есть, и самые лорды смерти. Описывается повешенный, как высокомерное и нарциссичное существо, замотанное в бинты и цепи, ходящее на высоких каблуках и способное легко захватывать умы людей под свой контроль. Его облик показан в SCP-701. К слову, его несколько поменяли с тех времен, когда я читал этот SCP на канале. Раньше он выглядел как-то вот так. В общем, немного изменилось, разве что куда-то пропали высокие каблуки. Имея обычное, хоть и мертвое человеческое тело, это существо может ходить по различным мирам и даже посещать мир людей, чего тот же Алый Король делать не в состоянии. Обычный мир смертных повешенный король особенно любит посещать во время постановки пьес, связанных или с... Уже знаем про постановку пьес... ...с истории его древнекитайского царства, что описывается в SCP-2732, или во время постановки из SCP-701, итогом которой становится смерть всех актеров и массовая драка в зале. По поводу того, чем же на самом деле является театральное представление из 701-го объекта, есть немало теорий. Например, мне попалась даже версия о том, что это балет Игоря Стравинского «Весна священная», который был основан на мистических обрядах язычников. Хотя общего у SCP-701 и этим балетом только то, что во время его премьеры в Париже в 1913 году представление настолько не понравилось искушенной французской публике, что зрители пришли в ярость и устроили массовую драку прямо во время балета. Что же это было? Миметическое заражение публики мистическим действом или просто реакция на отстойный балет? Не ясно до сих пор. Однако гораздо более интересная версия говорит нам о том, что реальный прототип этой пьесы – это книга, написанная в конце 19-го века «Король в желтом» Роберта Чемберса. Эта книга состоит из 10 мистических историй, в центре сюжета которых как раз проклятая пьеса «Король в желтом». В первом из этих рассказов, который называется «Восстановитель репутации», главный герой находит экземпляр запрещенной пьесы под названием «Король в желтом». Читает ее и сходит с ума. Из жизнерадостного и энергичного человека он превращается в затворника, проводящего все свои дни за старинными книгами и картами, в которых он пытается отыскать некое потерянное королевство. После этого события книга появляется то тут, то там, вызывая безумство и помешательство как тех, кто начинает ее чтение, так и тех, кто просто увидел что-то из нее. Среди безумных видений жертвы часто видят «Короля в желтом» и видение о несуществующем городе Каркозе. Сам город Каркозе был придуман еще раньше писателем Аркозе Бирс в рассказе «Жители Каркозе» и описан как проклятый город, переставший существовать в реальности, населенный скорбящими призраками. Над Каркозе светит желтое небо, покрытое черными звездами. Кстати, точно так же, как и в Аллагаде. Вообще, сходство описаний Аллагады и Каркоза таково, что в общем-то можно считать, что это один и тот же город. В этих рассказах есть упоминание того, что король в желтом, так же как и повешенный, может контролировать разум людей. Для этого он использует особый знак, который, кстати, перекочевал в мифы Актулуху, где называется «желтый знак Хастура». Сам Хастур из Канеклавкрафта – это как раз король в желтом и есть. Впрочем, по ходу развития мифов Актулуху, Хастур очень далеко ушел от своего прародителя, так что в видео про повешенного короля о нем рассказывать бессмысленно. Вот такой вот персонаж. Лорд чего еще из мира SCP вы бы хотели узнать? Напишите в комментариях. О чем комментариев будет больше, о том и поговорим в следующий раз. Всем пока. Странная, неведомая... Странная, неведомая охеротень. Просто странная, неведомая охеротень. О которой нам еще идти, 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 погружаться и пытаться понять ее. Что ж, ребята, что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан, и увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok